Вот у нас ведь какое задание. Мне для вас необходимо найти то, чего вы бы не нашли. А я это и сделал. Я приехал сюда, к храму Вознесения Господня. Прямо рядышком находится арена Металлург. Для того, чтобы вам показать место, где есть супер-мега-дешевые колеса. А мега-дешевые колеса вот там находятся. То есть вы понимаете, да, как место проехать-то? Либо на светофоре и прямо. Если вы едете по карач переправе, то направо. Если возвращаетесь к Казачьей переправе, то налево. И вот там вот, там вот самые дешевые цены. Конечно, всем магнитогорцам стало ясно, где я нахожусь. И теперь информация для гостей. Я в районе Казачьей переправы. Передо мной арена Металлург. И храм Вознесения передо мной. И тут становится просто. По Казачьей в сторону города и здесь налево. А для тех, кто хочет выехать из города, по Казачьей на последнем перекрестке правого берега направо. Здесь мостик такой. И опять же направо. И вот вы приехали. На улицу Рабочая 109. И именно здесь супермаркет с очень дешевыми ценами на ваши колеса. Так вот вы искали самые дешевые цены. А мы вам показываем, где самые дешевые цены. Улица Рабочая 109. Это вот прямо здесь. Вы заходите, вот макс шина, шины и диски. Сейчас вы увидите, что это за цены. Самые дешевые. По сути-то да, это кошмар. Такого количества автомобильной резины, да еще и с колпаками, в смысле колес, я давненько-то не видел. Давненько. И это 3 года то. Но здесь колес-то больше и цены-то совсем низкие. Я вам сейчас объясню. Можно, конечно, каждый год впаривать новые шипы и доводить цену автомобильной резины до уровня нескольких сот долларов за колесо. И это метод дилеров. А можно просто продавать резину. И у нее одно достоинство. Она должна быть круглой для лета и цепкой для зимы. И тут я в дебрях интернета увидел весьма недорогую и правильную резину. Я колес, конечно, очень много видал, но что в таком количестве ни разу, нигде и не было. Вообще, если честно, программа «Автостоп» с колесами очень сильно дружила. Помните, Автоград нас еще тогда поговаривал. И мы, естественно, показывали и колеса, и новые, и шипы, и все остальное. Но в таком количестве колес только здесь. И уж поверьте мне, стоит вам приехать на улицу Рабочую 109. И вот она радость. Я сверху вам показываю достаток колес. В паре три размена на все. И тут рядом ты и теряешься. И знаешь, что, приехав сюда, не задорого, ты легко можешь поменять резину. И поменять резину в тему, и поменять лысые колеса. И все это совсем недорого. Ну и чтоб вы поняли, здесь есть и очень недорогой шиномонтаж. И колеса на 13 перебывают всего за 400 рублей. На машину. Да и на 14, да и на 15, да и на 16. Это вообще недорого. Эй, ау, где вы, товарищи? И вот что у нас случилось. В город приехали фирмы, которые колеса практически даром продают. Но даром не получается. Это же всегда денег стоит, да? Но когда я к вам заехал, я понял, что вы их немножко так подвинуть решили. Да, но мы всегда мониторим 2-3 раза в месяц и стараемся держать свои цены ниже, чем цены интернет-магазинов. За счет этого, как бы, это большой плюс. И весь товар у нас находится в наличии, да? В отличие от интернет-магазинов, которые берут много времени на доставку. Вот. Вот большой плюс вот в нашем магазине, то, что всегда есть в наличии. То есть я могу на любом автомобиле приехать и 100% я ее здесь переобую? Практически, да. Самые ходовые размеры у нас всегда в наличии. Но мы не будем говорить о том, что 22 дюйма, да? Это вообще какой-то, пожалуйста, там, где подешевле, да? И там, где, возможно, вам привезут, потому что там и ценник такой нормальный. Но в остальном резина на 13, на 14, на 15, на 16. Сколько примерно это стоит? На 17, в зависимости от размера, да? Самые дешевые и самые распространенные 13-14 размеры начинаются от 1300 рублей за покрышку. То есть можно говорить о том, что переобувка – это 3000 рублей, даже меньше? Ну, 3000 – это два колеса. 6000, да, комплект будет вместе с шиномонтажом. И все-таки мне нравятся магнитогорцы. И в тот самый момент, когда магнитка открылась для колес из Кореи, в тот самый момент, когда к нам приехал Китай, то нормальные люди просто упали в цене. И нет цен дорогих-то. Нормальные человеки ждут и надеются удивить вас всем тем, что продавалось ранее по дорогой цене. А теперь я сообщу. Они тем самым почвку-то выбили у барыг. А то, помнится, у меня был ремонт, и я барыгам эти колеса с дискаунтом в 100% продавал. А теперь такого нет, потому как такое есть. И вот мы вместе с ценой ходим и показываем вам, сколько здесь все-таки этих колес. Колес в действительности очень много. И даже очень дорогая, типа дорогая резина на 15%. Здесь стоит 2500 рублей. Подумайте цены. А все, что подешевле, и это вообще халява. Просто надо приехать и посмотреть. Сын сюда не мог пройти, а я постарался. Да, сын? Нет! Как нет? Вот так вот. Естественно, меня очень попросили показать, где находится дешевая резина. А я, естественно, и покажу. А иначе-то как? Нормальное телевидение должно вам показывать, где это делается. Я бы мог и в 3D это сделать, но зачем 3D? Тут-то все просто. Улица Рабочая, 109, располагается прямо рядом с Казачьей переправой. Да, вы все это видели. Помните? Ну, вористовских домов-то еще и не было. И всем казалось, что это четырехэтажное здание, это принцип ну, вористости. Так вот, нет. Здесь на все дешевые цены. И на колеса, естественно. А найти-то просто. Поворот направо, если вы едете на комбик. И налево, если вы едете оттуда. И после мостика направо. А еще гораздо проще можно приехать к правобережному храму. Посмотрите на юг и все поймете. Как бы я вам показал, что же это такое. Да вы сами приедете и посмотрите. Вот оно клево, да? А если вы не сможете это увидеть, то обязательно зайдите на страничку в ютубе. Впишите одноклассники Члейкин или Члейкин по-английски. И все это дело вы увидите. И поймете, где дешевые цены. Где самые дешевые цены. Ну, кстати, я думаю, что цен в городе дешевых много. И это все-таки признак того, что с кризисом мы замечательным образом боремся. А если у нас будет все дешево, то какой кризис? До кризиса-то и нет.